Игорь, я у тебя на сайте прочитала следующее. Секс – это вид искусства. Творить в нем могут только высокоразвитые люди. Творение – это создание переживания нового. Мне эти слова очень созвучны. Мне кажется, это очень-очень классно. Можешь это как-то объяснить тем, кто будет нас слушать? Потому что у очень многих секс бывает. Две-три позы выучили, и это продолжается в течение многих десятилетий. Ну, может, хорошие ученики просто, видишь, прилежные, стараются не отклоняться от методики учителя. Смотри, действительно, секс, человеческий секс – это не животная потребность. И не то, без чего человек жить не может. Ну, условно говоря, человек может жить там без воды, не может жить без воды, без воздуха, без еды. Ну, без выделения каких-то продуктов жизнедеятельности и своего тела. Ну, в общем, если по-честному, без всего остального человек может жить. Ну, если холодно, ему надо согреваться. То есть, секс не есть потребность. Я еще не встречал ни одного человека, который умер от того, что у него не было секса. Значит, если говорить о том, что целью секса является зачатие деторождения, это неправда. В 99% случаев, когда люди занимаются сексом, они это делают совершенно для другого. Конечно, да. А еще даже думают, не дай бог, это еще и произойдет. То есть, если говорить о некой такой случке, да, ну, не знаю, там, контакте физиологическом между животных, целью которых является зачатие. Потому что, ну, я не думаю, что там волк, там, входя в волчицу, думает, ну-ка, делаем мы сейчас волчат, там, чтобы племя наше, там, не угасло, чтобы род продолжался. Нет, это подсознательное действие, ну, какой-то зуд, напряжение, которое надо сбросить. Так вот, вот эта такая физиологическая потребность в сбросе напряжения, она, конечно, есть в человеке. Но, если спросить, ну, практически любого человека, более-менее развитого, да, ты вот хочешь вот так, как вот эти кролики, там, значит, он говорит, нет, я целоваться хочу, обниматься, я хочу, там, испытать любовь, или, по крайней мере, я хочу растянуть процесс, я хочу оргазм испытать. То есть, это изобретение человека. То есть, взята, ну, какая-то физиологическая особенность и связанная с этим притяжением. И тут накручено, напридумано, наделано много нового, что и делает секс искусством. Кстати, то же самое про танец, да. Из какой-то физиологической потребности нападать, убегать, прятаться, двигаться, человек стал вдруг эстетизировать, там, красиво бежать, стал стоять. Потом вдруг стал придумывать какие-то бесполезные абсолютно движения, которые назвали танцем. А теперь танцы – это часть нашей культуры. То же самое с едой, то же самое с пением, как и с сексом. Это виды искусства, взятые из простых физиологических каких-то действий и потребностей. И тогда поэтому получается, чем, ну, скажем, примитивнее человек, ну, скажем так, ближе к природе и животному, тем у него, конечно, примитивнее секс. Там, побыстрее кончить, там, потереться, успокоиться. То есть, он более-более похож на такое животное, да. А вот, чем человек более развитый, он вносит туда больше своего психологического, эмоционального, любознательного, экспериментального того, что и делает секс искусством. И поэтому я вот, когда люди говорят о сексе или о нем как-то отзываются, я так поэтому и понимаю уровень культуры человека. Вот очень хороший показатель, такое величительное стекло. Вот. И поэтому, когда, ну, например, кто-то из вас, Анечка, ты, или слушатели Ниццы, или слушатели, вот вы будете испытывать такое сексуальное желание и начать заниматься сексом своим партнером или партнершей, или сами с собой, знайте, что в этот момент вы вносите свой пассивный вклад в развитие человеческой культуры. То есть, вы делаете большое благородное дело через секс, вы тем самым повышаете уровень культуры себя, окружающих и мира, в котором мы живем. Игорь, очень часто же для людей, ну, может быть, в последние годы это становится меньшим табу, ну, например, то, что я вижу, например, у меня очень хорошие друзья, очень много друзей в разных странах. Я довольно долго жила в Америке, в Америке, в России, в Бенгрии. И ты знаешь, я очень открытый человек, и для меня секс – это абсолютно, и разговаривать о сексуальности – это не табу. Я даже вот хочу тут похвастаться. В 99-м году принимала участие… У тебя нет такой книжки, да? Я принимала участие в конференции в Вене, в доме музея Зигмунда Фрейда, и название конференции было «Sex and the Meaning of Life, Life and the Meaning of Sex». То есть секс и значение жизни, жизнь и значение секса. И я выступала там с того, что докладом, говорила про сексуальность, ну, про сексуальность в лингвистике и про сексуальность в фольклоре. И почему же тогда такое происходит, что очень многие люди этот вопрос абсолютно не обсуждают ни с друзьями, ни с подругами. То есть можно все, что угодно обсудить, но и очень многие, даже вот те, у кого есть какие-то проблемы с сексом, с партнером. У меня были знакомые, которые, представляешь, лет 15 назад одна моя подруга говорила, что у нее с мужем не было половой жизни уже там 10 лет. Я как услышала про это, я говорю, и вы ничего не делаете? Нет. Я вообще просто не понимаю, почему тогда люди не говорят про это, почему люди не идут к сексологу очень многие? Почему они не развивают свою сексуальность? Это же, мне кажется, они обкрадывают себя. И партнером тоже, кстати. Анечка, ну смотри, наш язык, кто-то пишет, занимаемся языком, отражает наше отношение к тому или иному явлению. Например, если мы какое-то явление принимаем, любим, не осуждаем себя за это, не боимся быть осужденными, условия не считаем стыдным или грязным, мы об этом можем говорить легко, свободно, соловьем разливаться. Ну, например, поехали мы, ну, я не знаю, давайте какой-нибудь прекрасный город представим. Ну, давайте, ладно, Нью-Йорк, да. Я приезжаю, мне там нравится в Нью-Йорке, хорошо мне было в Нью-Йорке, да. И, соответственно, когда я приезжаю, я всем начинаю об этом рассказывать. Ну, или если меня спросят, как на Нью-Йорке, я там, так, расскажу, расскажу, ну, в общем, с удовольствием. Если ты любишь какое-то блюдо и любишь его готовить, ты с удовольствием расскажешь, как его готовить, какие есть виды, правильно? Да, конечно. А вот, а вот если есть что-то в твоей жизни, это не обязательно секс, то, что ты считаешь грязным, больным, за что ты будешь осуждена, или осудишь сама себя, или это очень болезненная тема, мы не можем об этом говорить. Или, если мы об этом говорим, то с трудом, под давлением и, как говорим, только особым людям, ну, так, по секрету, да. О чем мы не можем, да, говорить? Ну, например, там, о смерти очень трудно говорить. Мы не говорим о, не знаю, каких-то видах испражнений, да, мы не говорим, да, и вообще о грязи, по возможности. Есть еще какие-то вещи, и вот действительно так получилось, что в нашей культуре где-то в разговорах, в туалет оказался, то есть это секс оказался между туалетом и смертью. Значит, то есть в данном случае, от того, как человек об этом говорит и с кем говорит, мы можем вообще определить его отношение к сексу. Есть, я знаю, кучу народа, которые любят болтать о сексе. Просто любят, им будет сексом только еще заниматься, потому что они так болтают много о нем, что... Нам хочется спросить, а вы когда займетесь, наконец-то? А, значит, есть люди, которые с разными людьми об этом говорят, спрашивают, читают и так далее. Но есть, которые, конечно, вот так. Ну, это такая тема, знаете, это только с любимым человеком, с особым... Ну, представляете, вот приезжаешь из Нью-Йорка, говорят, ну, как ты в Нью-Йорке? А ты говоришь, ну, значит, это не со всеми это можно обсуждать, это только с особымым человеком. Это значит, что у него в Нью-Йорке что-то такое произошло, что он, конечно, и не может теперь об этом говорить. Поэтому, Анечка, чем больше у человека проблем в этой области, тем она более болезненная. А часто это проблемы связаны с осуждением, самоосуждением, нереализацией, самонаказанием и прочее, прочее. Поэтому ему и трудно об этом говорить. То есть, чем у человека, условно говоря, с сексом, ну, благополучнее, приятнее, и он себя за это не осуждает, тем будет легче это все говорит, обсуждает, смотрит и так далее. И чем, наоборот, больше сложностей проблем, тем, соответственно, ты сама понимаешь, как. И поэтому меня все очень забавляет, знаете, бывает, когда, ну, какая-то тема секса затрагивается где-то, и люди узнают, что я веду сексуальный тренинг, или какой-то разговор пошел. И вдруг кто-то вдруг так заявляет, у меня с сексом все нормально. Конечно, спрашиваешь, что вы ненормально, что ли, и так далее. Что-то мне докажут, что у тебя с сексом все нормально. Или почти вот каждый второй считает, вот даже если он когда спрашивает про секс, такое обязательно. Мне вот это интересно. Нет, у меня-то в сексе все нормально, говорит человек. Ну, просто мне вот интересно. Вот как только у меня такие заявления начинают делать, что у меня с сексом все нормально, я чувствую, там очень много ненормального. Но человек тщательно, как правило, это прячет. Если у тебя нормальный, что тебе это утверждаешь? Ты легко об этом говоришь, ты легко это осознаешь, ты можешь это разделить с кем-то. Вот она нормальность, а не в демонстративном поведении в этой области. И попыток сокрыть что-то под видом нормальности. Игорь, ну знаешь, у меня такая позиция, век живи, век учись. А дураком помрешь или дурой помрешь. Ну я и поэтому недавно получила еще один университетский диплом практической психологии. В университете практической психологии. Плюс постоянно прохожу различные программы, общие образователи. Уже многие-многие годы, я бы сказала, десятилетия. И ты знаешь, вот мне кажется, вот я так просто соображаю, что если я думаю про себя, какая я, я абсолютно точно считаю, что сексуальность всегда можно развивать. И не только сексуальность там. Я считаю, что вот все можно развивать фактически. Да, и, например, если кто-то говорит, у меня все нормально. Не все надо развивать. Что-что? И то же самое и в сексуальности. Я думаю, что тут нет предела. Ну и плюс еще, естественно, когда мы были... Многие люди сами себе придумывают пределы заранее и, соответственно, в них действуют. Это я согласен. Игорь, ну вот скажи тогда, например, я думаю, что те люди, которые говорят, что у них сексуальность все нормально, они к тебе и не придут ни на какие программы. Если человек говорит, что у них все нормально, и действительно у них там нормально, он как раз с удовольствием-то и придет. Да. А если, который говорит, что у него нормально, и на самом деле тем самым что-то скрывает, ну, скорее всего, он будет дальше скрывать просто и все от всех. Ну, чего ему тогда переться на этот тренинг? Спасибо.